Всем доброе утро, я сегодня начинаю новый влог, попросила Дишу убрать звук, Диша не убирает. Хочу вам показать, чем мы будем завтракать сегодня. Я уже выкладывала в инстаграм, это уже, наверное, третий раз, когда мы так завтракаем. Отварила яйца, авокадо, соль, каперчик на таком вот хлебе немецком цельнозерновом. Вот, очень-очень вкусно, и чаек с молоком, естественно, так что всем приятного аппетита. Вышли с Дишей погулять, у нас от солнышка, и рядом парк есть с такими всякими тренажерами, так что Диша решил позаниматься. Очень много людей, много на травке даже сидит, птички поют. Вот, и мы решили наконец-то выйти прогуляться. А я сейчас на этот велосипедик сяду, тоже ножки покачаю. У меня колени слишком высоко, вернее, ноги слишком длинные. В джинсах, да, главные спортсмены. Прям в джинсах самая то занималась в спорте. Хоть что-то... Ты как лыжница. Я придумала новое движение. Я даже не думала, что он такой. Ладно, будем детей смчать. На пробежку не позовешь Сашу? Ну, хоть на какое-то физическое движение. Пришли погулять к реке. Это здесь, где мы раньше жили. Если вы смотрите меня давно, вы могли знать. Вот там вот шарда виднеется. Тауэр-бридж. Солнышко светит прям немножко ветрено здесь. Мы вот сейчас прогуляемся до нашего старого дома. И пойдем в магазин за мясом, и Диша будет готовить плов. Здесь, наверное, обалденно дорогие квартиры. Посмотрите, какие окна прям от пола до потолка. И вот у них прям вид на Тауэр-бридж. Очень красиво. По традиции, в воскресенье Диша готовит плов. А я готовлю все на медовик. И нам очень тяжело делить одну кухню на двоих. Так что вот. Медовик, медовик. Кстати, хочу приготовить чизкейк. В следующий выходной, я думаю, нужно будет попробовать чизкейк. Потому что я его очень люблю, но никогда не пробовала готовить. Так что будет вкусненько. Всем хорошего понедельника. Не знаю, насколько вас у меня видно и слышно, но у нас сегодня очень солнечно прям. Вы видите, я уже себя хорошо чувствую. Иду в линзах, не в очках. В моем любимом аутфите. В этих вот бежевых кожаных ботиночках. В светлых штанах, в светлые кофточке. Вот. Солнце светит, но я бы сказала, морозик такой немножко есть. Пощипываю щечки. Так что бегу на работу. Всем хорошего дня. Хорошего начала недели. Потому что, наверное, на этот видео выйдет в воскресенье. И до встречи во влоге. Полное разочарование. В очевидной раз понимаю, что H&M просто не для меня. Не знаю. Смотрите, кстати, у них меняются размеры. Если раньше это было 10-й, то теперь это будет UK 12-й. В общем, заказала я 3 вещи. 2 пары штанов разных размеров. 10-й, 12-й. И блузку. Качество ужасное. И вообще сидит очень плохо. Больше не дать буду заказывать онлайн в H&M. Именно, возможно, в магазине что-то можно найти. Я вижу очень хорошие образы. Девчонки делают. Но для меня как-то вообще... Так что хорошо, что я сразу померила. После работы зашла. Померила сразу в магазине. И сейчас вот буду возвращать всё. Именно поэтому я предпочитаю бренды такого middle сегмента. Да? Сегмента. Или подороже. Потому что, например, вот эти брючки, в которых я сейчас... Так, мне будут показать их. Серые вот эти, да? Они тоже paperback. Назывались так же, как и тех, что я заказала на H&M. Но они ужасно мутся. Если, например, не мутся. Они были ужасно помятые. Страшно сидят. Очень дешёвое какое-то качество. Так что нет. Всё-таки я не перестаю убеждаться, что даже Zara, H&M, просто... Я там ничего для себя не могу найти. Так что вот. Сейчас иду обратно на метро. Еду домой. Дома ждёт плов. Дише приготовил много в воскресенье. Так что мы уже сегодня третий день будем есть плов. Вот такие вот делишки. Погода у нас улучшается. Я уже, как видите, в линзах. Не помню, говорила или нет. Потому что глаза уже не болят, не слезятся. Всё хорошо. И вам желаю, чтобы у вас было всё хорошо. Кстати, девчонки, хочу купить себе отпариватель для дома. Если вы каким-нибудь пользуетесь, вот ручной отпариватель, да, и у вас есть какие-то хорошие советы, то, что вам нравится и действительно работает. Потому что я парочку купала на работе на прошлое. Нам нужно было, чтобы быстро прогладить вот эти накидки, знаете, для клиентов. Вот. Но вообще никак не работало. Так что если у вас есть какие-то отличные варианты, обязательно пишите внизу в комментариях. И думаю, и мне, и другим девчонкам тоже будет полезно. Заранее спасибо. Сегодня вот решила пойти на работу на каблуках. Это мои такие ботильончики. Я вроде вам их показывала. Ой, это эпик фейл был. Вот. Ну, работать мне 9 часов на ногах. Там присесть негде, в принципе. Вот. Надеюсь, вы работаю. Потому что я часто хожу на танкетки. Либо вот мои эти светлые. Мои светлые ботиночки. В них очень удобно. В этих посмотрим. А вы часто ходите на работу на каблуках? Вот так вот я сегодня не одета. Хочу вам показать. Очень мои, мной любимые джинсики. Но вот здесь такое есть пятно. Сейчас сделаю потемнее. Я, короче, испачкалась ручкой. Ни один, ни два, ни пять раз. Вот на пятый раз, когда я стирала, не могла отстирать. Здесь слишком сильно замыла ванишем. И теперь у меня там такое пятнышко. Вот. Я их немножко подворачиваю в своих ботиночках. Бежевое. Моя любимая худи. И сверху черная жилетка. Вот. Так что я сейчас иду домой. Сейчас у нас 5 часов. Закончила раньше, потому что начала в 8. Была сонная тетеря, потому что у нас перевели часы на час вперед. И как бы я легла в 12, но это был уже час. А вставать мне нужно было 6 часов. Вот. Потому что сходить в душ, высушить голову. Позавтракать. Вот. Так что иду домой на позитивчики. Уходной у меня было только в воскресенье. Поэтому я не выложила видео. Была мертвая. Потому что работа у меня сейчас стоячая. Я в основном стою, хожу. Поэтому ноги с непривычки немножко болят. Вот. И так. У нас сегодня погода просто обалденная. Солнышко светит. Надеюсь, мне никого не задавит. Что я вам хотела еще рассказать. Мне перехвалили мои ногти. Я думаю, вы видели, да? Такие блестящие. Это был у Скай, кстати, да? Очень такой вот классный цвет. Перехвалили. И вот видите, у меня откололся один. Слава богу, ног от не сломался. Просто откололся лак. И я в четверг пойду в новое место. У нас здесь открылся салон. По-моему, там русскоязычные девушки. На Канаре Ворф. Где-то одна остановка на метро от моего дома. У них там 15% скидка для новых клиентов. Вот. Так что пойду. У них комбинированный манитюр. Что мне очень нравится. Они, значит, и ножнички используют. И машинку. Что я обычно всегда и делаю. Вот. Так что посмотрим, какие у них цвета. Как же там все выглядит. Новенький салон. Очень классно. На меня очень странно ли смотрят люди. Вот. Так что схожу. Обязательно возьму вас с собой. Я, кстати, никогда не стою на эскалаторе. Всегда и вниз, и вверх топаю. У нас, кстати, стоять справа, и идти слева. А вы как? Ну что? И какой же влог у нас без шопинга, да? Я только что вот пришла с работы. Сходила быстренько в магазин. Думала, еле донесу. Потому что какой-то дряхлый мешочек мне попался. Я думала, ручки отвалятся. Вот. Ну, наверное, картошка и молоко вот, да, тяжелое очень было. Что я купила? Смотрите. Британский шампиньон. Я тут немножко ногтем себе подрала пачку. Британская картошка. Британская курица. Очень, если не захотелось, почему-то сделать отбивные с пюрешечкой под сливочно-грибным соусом. Вот. Так что я это сегодня буду готовить. Купила сметану. Вот такой вот йогурт мы покупаем. Как бы нам очень вкусно. Low fat написано. И, возможно, завтра сделаю драники, картофельные блинчики. Хоть мне картошку и не очень-то можно, но как же ее не есть? Она такая вкусная. Купила бананы. Они какие-то выглядят очень желтые, но на самом деле они зеленоватые. Я, кстати, такие бананы люблю. И мне такие можно есть. Не переспелый. Вот. Люблю кушать просто так. Либо в овсянку с медом. Очень мне нравится. Молоко. Кефирчик. И купила опять хлопья. Потому что кроме авокадо и яиц вареных на тосте, я не знаю, что еще могу кушать. И творога с бананом и йогуртом. Поэтому купила опять хлопья. Эти вот келлокс. У них немножко изменилась упаковка, мне кажется. Молочко. И также купила паштет польский. Очень мне нравится паштет. Вот такой вот у нас продается. Диша не любит. Так что это все мне. И я это все съем. Вот. В общем, за это все я заплатила 15 фунтов 40 пенсов. Значит, хлопья мои 2 фунта. Там у меня 720 грамм. Мешочек, смотрите, 10 пи. Дряхлый. Курица 3,80. Йогурт типа сметана фунт 60. Мой паштет фунт 20. Грибы 95. 2,5 килограмма картошки фунт 50. Кефир фунт 40. Молоко фунт 0,9. И сливки фунт 0,5. Вот. И бананы 71 пи. Так. Что там происходит? Фабин нашел мешки. И он их пытается порвать и в них залезть. Вот. Так что у меня сейчас по плану сушка, уборка, стирка и мытье посуды с утра. Привет, привет! Сегодня у нас вторник вечер. Сейчас приду, быстренько покушаем. Готовить ничего не нужно, потому что отбивные вчера делала. Вот. Так что, да, вот такой вот у меня усталый вид промок, чтобы что дождь идет. Сегодня брала с собой обед на работу впервые. Остатки вчерашнего ужина. Вот. Так что все у меня хорошо. Все налаживается. Еще бы погода была получше и не дила. Пару дней набегу. Вот в это место забежала, чтобы купить себе булочку с сосиской. Напомнить молодости. Ученические времена, когда были очень вкусные булки в тесте. Вернее, сосиски в тесте. Вот. Купила. Даже не посмотрела на цену. Во-первых. И, короче, я ее выкинула почти всю. Съела только булку. Потому что... Так, сейчас я перевернула себя. Сосиску выкинула всю. Кусочек откусила. Потому что, во-первых, она была недогрета. Такая полухолодная. Вы представляете, да? Во-вторых, она была какой-то очень странного вкуса. И цвета такая кислотно-розовая. Бордовая. Вот. Съела булочку с горем пополам. Сосиску, как уже сказала, выкинула. Вот. И знаете, сколько я заплатила? 4,90. Я была просто в шоке. За такие деньги можно нормально покушать ступу где-нибудь. Презо-манджек. Вот. Так что вот такие вот дела. Кушайте дома. Завтракайте обязательно. Иду на метро. Вот так вот у меня выглядят ногти. Рассвет левой рука. Две с половиной недели где-то. Правая, конечно, больше поистоскалась. Во-первых, я вот этот отломала. Этот у меня нарощенный. Нужно тоже его снимать. Так что покажу вам потом, куда я иду. И какой же маникюр я выберу в этот раз. Они говорили, что от метро 7 минут. Я, конечно, не скажу, что прям супер разбираюсь в районе Кеннери-Уорф. Но я даже вышла заранее, потому что мне ехать только одну минуту на Тюбе. В общем, я потерялась. И еще карта показывает мне все ходы, из которых нет выходов. Вот пешеходный, да? В общем, какая-нибудь стоянка. И там бордюры. И там не вылезешь. Нужно идти в обход. Вот. Так что, ну, походу, я уже где-то здесь недалеко. Так что посмотрим. Мне очень интересно. Я одна такая, которой не могу найти куда дорогу. Или не особо. Вот, мне кажется, судя по видео с открытием, мне кажется, это будет вот в том здании. В общем, топаю. У нас сегодня довольно-таки ветрено. У меня уже прическа вся растрепалась. Так что... Иду, смотрите, люди сушат одежду. На улице. Иду, смотрите, люди сушат одежду. 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 Ну вот, скатила я уже. Вот так вот выглядит Rejoice Beauty Studio. Здесь рядом, кстати, ходят автобусы. Теска есть, они мне рассказали, как сюда лучше дойти. Так что, вот, иду сейчас по другому пути обратно. И буду доставать зонтик, а то совсем промокну. Иду на работу. Иду на работу. Сегодня несу вот такие вот конфеты Вильнюс. Огромная коробка мама мне прислала последний раз. Вот, сегодня в субботу у нас на работе все работают. Поэтому угощу. А то мало кто знает, что это и где это Вильнюс. Так что, будут помнить, это как сладкий вкусный город. Такой вот маникюрчик, кстати, получился. Забыла снять абсолютно днем. Что мне очень понравилось, это то, как они выровняли ногтевую пластину. Потому что ногти у меня вот такие вот волной. Вот, я их, видите, подрезала немножко покороче. Потому что парочку было сломанных и не хотела опять наращивать. Вот, очень красиво, мне кажется, выглядит. Вот такой вот у меня дизайнчик. Это наклейка серебряная. И сверху такой, как будто вот 3D. Такие горошинки делали специальным гелем. Они используют Lucky Emi. Это, насколько я знаю, европейский бренд какой-то. Вот, ну, у меня такая квадратная форма. Мне, в принципе, очень даже нравится. Субтитры сделал DimaTorzok